Здравствуйте, товарищи! На Вроре сегодня объединённый выпуск двух программ. В рамках передачи «Умная книга» и передачи «Терестерния к звёздам» мы встречаемся с ведущим научным сотрудником Института общей физики Российской Академии Наук Сергеем Ивановичем Валянским. Здравствуйте, Сергей Иванович! Здравствуйте! Веду передачу я, Алексей Новецкий. Сергея Ивановича мы сегодня пригласили не только для того, чтобы обсуждать с ним теорию информации, теорию диссипативных систем, а для того, чтобы поговорить сегодня о личности и о работах великого советского учёного, личность которого покрыта тайными некоторыми до сих пор, фигура масштаба Леонардо да Винчи, но недостаточно оценена в нашем Отечестве. Ну, как говорят, нет пророка, да? Значит, мы поговорим сегодня о Морозове. Пару лет назад у Дмитрия Пучкова была передача, посвящена Морозову как народовольцу больше. Сегодня же мы поговорим о Морозове, воздухоплавателе, авиаторе, учёном и так далее. Я покажу, на мой взгляд, самую полную биографию с автором, который является Сергей Иванович. Это книжка, которая была выпущена к 150-летию Николая Морозова в 2004 году. Называется она «Отгадчик тайн. Поэт и звездочёт». Значит, что я могу сам сказать? Я сам личностью Морозова заинтересовался ещё в году 80-х, в начале 80-х, когда моя мама, которая работала в системе образования, мне рассказала, что, оказывается, вот были в Шлиссельбурге такие революционеры, которые сидели, получили пожизненные заключения, и они составляли программу ликвидации безграмотности в России. Несколько слов о биографии этого выдающегося человека. Родился он в Ярославской губернии, сейчас это называется, и тогда называлось, Барок, в 1854 году был старший ребёнок, незаконно рожденный, что очень важно для того периода, незаконно рожденный, в семье предводителя дворянства Маложского, насколько я помню, Петра Щепочкина. Далее крещён был, и фамилия Морозов – это от матери, а отчество Александрович – это от его крёстного отца. С ранних лет две у него любви было – это революция и наука. И он всё время выбирал между одним и другим, и даже в какой-то момент, я, по-моему, читал у него, что если бы я знал, что наука столь может быть интересна, то я, возможно, меньше бы революции занимал. И первая его жизнь прошла до 1881 года, он ходил в народ, был изнародовольцем, прошёл по процессу 132-х, в 1881 году был при возвращении из-за границы после убийства Александра Второго, арестован, приговорён к пожизненному заключению, 26 лет провёл, 24 года, провёл в Шлиссельбургской крепости, в Петропавловской крепости. Это особая статья, оттуда он вышел с огромным количеством трудов, поскольку он знал 12 языков, то отдавали читать сначала только Библию, то он занялся сравнительным анализом библейских текстов на различных языках, занимался науками, вернулся из заключения по амнистии и передал свою работу по химии, в частности, Менделееву, был учёным-энциклопедистом, Менделеев в его отсутствии рекомендовал почётные члены химического общества, он занимался просветительством, в десятые годы занялся авиацией и воздухоплаванием, после революции возглавлял институт имени Лесгафта, это отдельная тема, очень серьёзными научными работами, в 1932 году стал почётным членом Академии наук Советского Союза, последний помещик Российской империи, как он себя называл, поскольку за заслуги перед революцией его поместье Барок было оставлено за ним вечное пользование, вечно имеется в виду пожизненное пользование. Но в 1932 году он передал всё поместье в Академию наук тем, чтобы они использовали его для создания какого-нибудь института и так далее, оставив себе только флигель, в котором он и провёл последние годы своей жизни, каждое утро поднимаясь на второй этаж, в мансарду, очень скромный кабинет, и я когда видел его рабочий стол, за которым он работал, мне вспомнилась фраза из Индиана Джонса, когда он взял самую простую чашу и говорит, вот она чаша плотника. То есть, очень скромный, а даже аскетичный быт, постоянная работа, как он в одном из стихотворений писал, «Труженики мысли», но сам он был этим тружеником мысли именно, потому что он всё время постоянно работал. Честно говоря, у меня такое ощущение, что если бы не его вторая жена, которая была на 26 лет его моложе, которая его полностью от всех бытовых проблем избавила, может быть, он не смог бы столько сделать, объективно говоря, ведь архив Морозова – это самый большой архив хранения Академии наук, даже до сегодняшнего дня. А его жена сама по себе была личностью неординарной, Ксения Богуславская, она известный очень переводчик, один из первых переводчиков Уэллса на русский язык, Ксения Морозова-Богославская. Ну, и в общем-то, она его была феей, я так считаю, доброй феей, которая очень много ему помогала. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, умер уже после войны в 1946 году, на 1993 году жизни, работал фактически до последних дней, очень интересная личность на самом деле. Сергей Иванович, вопрос первый. Лет, наверное, 10-12 назад я все время, поскольку был в командировке в начале июля, я один или два раза, боюсь соврать, не успевал на Морозовские чтения. Они сейчас проводятся или… В этом году не будет в связи с вот этими всякими неприятностями, в этом году не будет. А в следующем, надеемся, будет. Надеюсь, там все пойдет нормально, клеет. Ну, значит, Сергей Иванович, у нас сегодня немножко узкая тема, значит, соответственно, три жизни Николая Морозова. Вам слово. Спасибо. Мы сегодня коснемся вопроса увлечением Морозовым авиации. Откуда все это возникло? Дело в том, что отец его был довольно такой правильных взглядов, потому что родители его отца умерли очень рано, и он сам воспитывался в кадетском корпусе, и сыну много чего позволял. Он, во-первых, когда он еще был маленький, купил ему пони, купил ему настоящее ружье, ну, с маленьким зарядом такое маленькое, разрешал ему ночевать в лесу, потому что не всякий родитель это разрешит, и он там заворачивался в некие там меховые штучки и ночевал. То есть разрешал ему много чего. И именно вот тогда он стал наблюдать за природой. Он много вынес в дальнейшем из того, что он наблюдал в детстве. Особо его завлекали облака и птицы. Он все время мечтал как бы как птицы взмыть наверх и посмотреть на все, что есть оттуда. Ну, можно было с колокольни посмотреть, конечно, но это уже ограниченный все равно диапазон, а тут было бы все гораздо интереснее. Ну, и сам делал воздушных змеев, и сам их запускал. То есть уже здесь тоже интересовался, а что это они летят, а почему они летят, а можно ли сделать большой змеи и так далее. Но вот отец сделал небольшую ошибку, он отправил его одного в гимназию в Москву, потому что ему, честно говоря, отец был занятый человек, он был предприниматель, высокого уровня, вообще миллионер. Ему было некогда заниматься сыном, но он платил всякие деньги, всякие капризы он хотел, он всегда удовлетворял. Но отсутствие взрослого человека рядом с ним привело к тому, что он немножко сбился с правильного пути, и вообще сначала его отец пристроил к учителю, который уготовил гимназии в Москве, он учился в гимназии в Москве, а он там, видно, как-то не понравилось ему, он ушел вообще к товарищу по гимназии, там оказались еще более либеральные родители, что они разрешили им жить, отец его товарища был директором Рязанской железной дороги, поэтому территория была большая, и ему разрешили там оставаться. И там он увлекся, уже будучи еще гимназистом, он очень увлекся палеонтологией. И Московский университет посещал, и там все говорили, что вот это будущий профессор, ему там только надо вот закончить гимназию, и все перед ним открыто. И он там даже некие открытия сделал в палеонтологии, он участвовал в раскопах на Москва-реке, и там находил некие артефакты, которые не должны соответствовать этому времени. Но они до сих пор, кстати, хранятся в Московском университете. Но вот это вот безнаглядство, безотцовщина привела к тому, что он связался не с теми людьми. И начало схождение в народ, освобождение заключенных на перехваты и так далее. Ну, может быть, с теми, да, но методы не тем, не тем путем, как говорил товарищ. Ну, он на самом деле сразу говорил, что вот это... Он один раз сходил в народ, он несколько раз сходил, но в первый раз после раза он понял, что это не то, что надо. Потому что он понял, что вот когда даешь людям литературу, а там литература была хорошего качества, они там просят, говорят, давай ещё. Он говорит, а зачем вам столько? Говорит, цигарки хорошие делаются. Они все неграмотные просто были. Он приходил рассказывать об их тяжёлой доле, а те говорили, а вы нам расскажите про целебные растения, вы, наверное, знаете там, без вопросов, это всё я знаю. И его начинали там, а что такое звёзды, а как вообще мир устроят? И он на эту сеть уходил, это был его конёк, он там рассказывал, и он говорил, зачем мы всё это делаем? Надо сначала людей грамоте научить, как-то объяснить обычные вещи, которые их окружают, а после этого давайте будем им давать эту литературу, которой они будут. Кто первый сдаёт пропагандиста? Крестьяне. Потому что это баламут, он уйдёт, придут полиции, и накажут просто крестьян, они будут виноваты во всём этом деле. Поэтому это дело было совершенно беспреспективно. Он так, только из уважения к товарищам, продолжал ходить там по всем этим вещам, но только больше убеждал, что всё это совсем не то, что надо делать. Потом он попал в более организованную вещь, земля и воля так называемая. Он был основ... Давайте сейчас мы это там даже не будем касаться. Короче, он расколол её на чёрный передел землёй и воли, и народную волю, а в народной воле он был как раз главным секретарём всей этой организации. И благодаря ему сохранились большая часть документов, потому что он их сумел сохранить перед арестом, так разместить, что после он нашёл где, и многое мы знаем как раз из этих документов. И был конспиратор один из лучших. Когда его дали показания, он сказал, что я никаких показаний давать не буду, по той простой причине, что касались бы меня, я с удовольствием всё рассказал. Но они касаются других людей. А они мне не давали права рассказывать про них. Поэтому я вам пишу, что отказываюсь от всех показаний. И они касались в раскоряки. Все там, значит, рассказывали, хотели правду, а тем самым давали показания на других. Потому что, как рассказывать, значит, кто-то участвовал, сразу надо как-то это делать. И все получили сроки, там в основном были приговорены к смертной казни. А на него ничего не было. Кроме показаний человека, который повесился в камере, когда понял, что его используют как подсадную утку. И по законам человек, который мёртвый, его показания не могут быть на суде. И там указали на эту всю вещь. Ну, там сказали, это показания хорошие, это искреннее, это всё. И ему дали там... Басманное правосудие, да? Ну, оно там тоже было. Мы знаем, что он виноват. Чего в этом? А виновата ничего не было. Но его на вечную кат. За то, что ничего не было, он на вечную кат. Ну, и вот началась вторая жизнь. И в этой второй жизни его там было очень тяжело, потому что у него было окошко. Ну, в первый раз, в первой тюрьме, которая была Алексеевский Равелин, там вообще стёкол не было. И он с окошкой там... Небо он знал наизусть, все звёзды. Это было его там некая вещь, которую можно было и время считать, и считать, и какой день, и какая там... Всё происходит, что и как. А вот в Шестербургской крепости там было сделано специально. Оно было нормальное окно, но оно было достаточно высоко, и не было подоконника, а была такая вот наклонная плоскость. На неё не залезешь, короче. Но они там научились со временем ей залезать на это всё дело. И вот он видел только небо. У него там, значит, была всегда страсть, это как бы звёздам попасть. У него была с детства эта страсть посмотреть, как всё это было устроено. Кстати, у него вот диссертация была, за которую там его дали доктора без защиты, это было строение вещества, где главный аргумент был, что в космосе у нас происходит эволюция вещества. То есть, оно от простейших идёт, чем он и убедил Менделеева, что вообще-то Менделеев был против атома неделим. И не рассказывайте мне. И все эти эксперименты, которые были за границей, там по Кюри и так далее, он говорил, что это ерунда, я химик, аналитик, и там очень малое вещество, это грязь, это ничего не доказано. А он тогда сказал, а вот в космосе как? И он сказал, я не готов с вами сейчас, это неожиданный для меня поворот. Это 20 декабря было. А через месяц он умер Менделеев. А они вернулись, и в этот промежуток Менделеев скончался. Кстати, Менделеев, он там ещё его уважал, потому что он летал на солнечное затмение, в России один из первых, на воздушном шаре, и сделал какие-то там результаты, получил. То, что Морозов повторил через некоторое время. Так что здесь была затравка Менделеевская, там всё, что это есть. И вот, находясь в этой тюрьме, он написал для товарищей научную фантастику. Там у многих четырёхмерное пространство, особенность как-то жить в четырёхмерном пространстве. Но у него, кроме него, всё было, было путешествие на Луну. Где там, потом, наверное, всё-таки, это не знаю, наверное, у него, был американский такой фантаст, который наших всех диссидентов посадил в ракету Буковскую и прочее, который запустил там к Марсу. Была известная вещь. Там член экипажа был. А Морозов своих товарищей по заключению сделал участниками полёта на Луну. Причём очень здравая вещь, там очень хорошо всё описано. Там, значит, была капсула, в которой они находились. Двигателем у них был вот здесь вот немножко там было непонятно, что он там имел в виду, мировой эфир, который прогонялся через соответствующие устройства, ну, то есть, реактивный двигатель, ну, где там вся штука, это мировой эфир, который как бы существует, и там почти задаром. Благодаря этому у него было, значит, некое движение к Луне, достижение соответствующей скорости, для того, чтобы попасть на Луну выше там первой космической. И вот они там, значит, летят, оторвались от Земли, там уже невесомость пошла, ну, когда там он летит и падает одновременно. И в этих точках, значит, как там воду пить, они по старинке, она вся у них вылезла, в виде там сферы образовалась, как они её подгоняли к себе, что видно было в окошко, всё подробно описано. Он всё это знал, потому что всё это наблюдал всякие приборы, которые там были для наблюдения звёздного неба. И он нам рассказывает, как они прилетают на Луну, там какой манёвр надо сделать, развернуться, чтобы Луну задом сесть, чтобы всё было нормально, причём там у них споры идут, что зачем ты это делаешь, что бессмысльца какая-то, там не совсем было понятно, зачем всё это делается. Дальше выхти они не могли, потому что там атмосферы нету, и у них ничего там не было. Но зато они в иллюминаторе могли наблюдать, как там всякие метеориты падают на Луну, весь лавшафт, как он объясняется, и так далее. То есть, очень хорошая была книжка такая. Для своего времени. Вообще очень близкая по существу. И когда он стал раздавать эту книжку, рукопись, которую он был своим товарищем, то большинство, там были разные люди, которые занимались наукой, это он, Новоросский, Фигнер и ещё там один. Наэл. Лукашевич. Лукашевич. Вот они вчетвером, у них там университет свой был сделан, тот, что знал, рассказывал остальным. План ликвидации безграмотности в России. Там они много чего занимались вопросами, это было очень серьёзно. Они все были в жутком восторге, а основные сказали, что вообще слушай, Коля, нам сумасшедших и так хватает. У них было большое несчастье, когда это было тяжело. Человек не в себе, его никто не ленит. Ну, понятно, сколько лет. Он себя ведёт. Потому, что, говорит, писанина таких произведений, это прямой путь сумасшествия. Ты давай закрывайся. Не надо. Но он стал потом избранным раздавать, там у него тоже было ещё много, там 4 или 5 он таких произведений написал. Это было сделано в тюрьме. Опять же, в тюрьме было устроено так, что он не видел никакого горизонта, потому что была тюрьма, которая ограничилась деревянным забором, там были сделаны места для гуляния и для посадок, они были 15 метров на 3 метра такие вот, в вагончике. Высокие стены, ну, там больше 2-2,5 метра, по-моему, было. Ничего в них не видно. Но даже если видно, там крепостная стена идёт. То есть, они сидят в замкнутом пространстве всё время, даже когда выходят гулять и так далее. Они видят только небо. Ну, и вот на это небо он там видел этих птиц, и у него пришла идея, что вот этих птиц, орлов, потому что у них большая тяга, они известны, там барана 20-килограммового спокойно могут утащить, там младенца. То есть, один орёл 20 килограмм поднимает. Если взять их там в стаю некую сделать, и в некие санки, то они будут... Синхронизировать действия. Главное для чего это делать? Конечно, для того, чтобы бежать из тюрьмы. Это всё было направлено на это. Это не афишировалось, но вот эта идея такая, что на птицах можно что-то попробовать, как-то всё это сделать. Он для этого даже и птиц там приручал, которые были, выносил там их питание. Ну, это голуби там, что там с них возьмёшь? Ну, мелкие птицы. Ну, смотрел, как вот можно их там сделать для них вот некой вещи, чтобы они были в полёте. Летать, потому что птицу как, чтобы у неё крылья не мешало там всё-таки. Это сбруя такое, достаточно сложная вещь. Да-да-да, инженерная задача. Он продумывал, он там этим как раз занимался. То есть, он никогда не переставал думать о полётах. У него мечта была всё-таки вот эти полёты. Ну, и в пятом году, в конце года, там нескольким человеком было амнистия, в том числе Морозова, и его выпустили на волю. 28 лет он до этого просидел, за два этапа. Да, в двух тюрьмах. 24 года в одиночке, да? Да. Ну, формально он всё время был в одиночке. На самом деле, если по правде рассказ, если народу будет интересно, если они выдавят такое, что вот рассказ про тюрьму – это вообще своя вещь. Далеко там было, а не одиночка. Но это мы сегодня касаться не будем. Ну, я просто там для затравки скажу. Они перегоняли своё вино, у них было. Им запрошено было курить, они заказали просто табачные семена, но они названы по-латыни, были непонятно как. Они, значит, высадили это, получили табак, и когда входили в корпус там проверяющий, во-первых, спиртом с сивухой и табаком, они спрашивали, вы что, вы что, не знаете запреты? Говорят, да нет, мы даже не знаем, у нас чего похожего нету? А у них вот это всё было. Они там варенье варенье. Ну, если это будет интересно, то вот эта жизнь в тюрьме, она очень интересна. И чем ближе была к освобождению, тем более и более она становилась интересной. Ну, начнём дальше, значит. Вот он вышел на свободу, его племянница забрала, ну, он должен был кто-то, потому что у них же ничего нету, они же не бомжи, и кто-то должен был забрать. Ну, племянница их взяла, предъявила, что есть уже, она сняла комнату там, где он будет жить, и всё. Первым делом она позвала врачей, потому что был он там чуть ли не 50 килограмм весил, он там больше, чем метра 80 был, то есть вообще ходячий труп был. И врачи сказали, исследовали его там несколько недель, и сказали, что, в общем, он умрёт. Ну, мы все умрём. Но он умрёт в ближайшее время. Но чтобы как-то продлить, вот они выписали лекарство, которое надо применять в обязательном порядке, но при этом он был человек на расхват, потому что живой человек, вышедший из... То есть такой отсидки. Такой отсидки, из-за этого считалось вообще, тюрьма страшное дело, из преисподней. Его таскали на все там вечера и прочее, однажды его затащили, затянулось веселье надолго, и его оставили спать. А он при всех лекарствах. Внутрь он просыпается, мало того, что голова болит, ещё лекарств нету. И говорит, всё, я сам себя приговорил. Ну, лекарств, значит, нету, люди его не отпускают. Говорят, ну что вы, давайте продолжим там и всё. Он там ещё, значит, смотрит, а здоровье-то не ухудшается. Лекарств не пьёт, а здоровье-то нормально. Сказал, нафига я его вообще пью? Ну, умру и умру. Зачем надо мной издевается? Тут жизнь идёт, а вы меня заставляете делать всё каким-то там непонятным образом. И таким образом он отказался от всего этого дела, и, как мы знаем, он дожил до 92 лет. Врачи второй раз опостывалось. То есть, первый раз это было в Алексеевском раввелении, у него туберкулёз был, и врачи знали, что там вот не сегодня, не завтра он помрёт, а он придумал способ, как лечиться, и взял, и не помер. Причём, кстати, там вот в Алексеевском раввелении из 12 человек, там 4 человека всё осталось. Остальные все померли. А они там были всего 2 года. 82-го года, а 84-м уже перевели их в новую, в хорошую тюрьму. Она была новая, построена по всем вопросам. Ну, так вот, когда он вернулся, значит, он стал всюду рассказывать про свои всякие работы, которые он наработал в тюрьме, вызывало огромный интерес, он стал почётным членом и настоящим членом огромного количества обществ, которые там было. И в 6-м году, в 6-м или 7-м, сейчас не помню, он поехал, надо было обязательно поехать в Париж для того, чтобы встретиться с СССРами, верхушкой СССР, партии социализационеров. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Потому что на него вышел Азев, известный провокатор, и он его сразу на раз расколол, что он провокатор. И потом стал за ним наблюдать и решил, что главы партии должны знать, с кем они ими делали, потому что он выступал от их имени. Но по ходу дела он сделал лекции и в Париже, и в Англии, в Лондоне, и стал членом, действительно членом Парижского астрономического общества, действительно членом английского астрономического общества. Хотя идея была другая, которая, кстати, он не преуспел, потому что они там… Пророков в своём Отечестве нет. Они сказали, мы тебе не верим, можешь рассказывать, что вы там хочешь, этого нет. Этого нет. Но он стал действительным членом. И вот уже когда там в 70-х стали писать книжки про российских советских астрономов, которые были в иностранных обществах, они с ужасом узнали, что кроме Морозова никого больше и нету. Действительные члены Парижского и Лондонского астрономического общества. То есть, он совершенно случайно оказался вообще… А астрономы – они страшно завистливые люди. И они, в общем, этому припоминали на каждом шагу. Мы-то нет, а ты-то как? Всё время его показывали. Но он стал членом общества мироведения, было такое замечательное общество, которое оставило огромный след науке России, потому что там при ней мог пойти каждый. И школьники, и более солидные люди. Там же Вернадский был, я тоже… Ну, Вернадский вряд ли он был там, и для него всё-таки это было немножко не тот уровень. И потом там всё-таки более техника была там, астрономия, техника. А многие академики, они там были членами состояли, они там были ещё школьниками, они там посещали и восторгом говорили, что очень такая школа была. Они сделали себе телескоп, который могли там все смотреть. Там всё было очень замечательно. Но вот перебегая, так сказать, не получше по хронологии, в 19-м году Морозов взял туда членом общества Циолковского. Зачем он это сделал? Ну, во-первых, Циолковский был его друг, и они там… Ему очень нравились там дирижабли, полностью металлические, кофрированные. Эта идея была. Морозов у неё носился. Она была в жилу ему, чтобы делать таким. Он вообще считал, что будущее за дирижабли. На самом деле мы сейчас видим, что мы не в ближайшее время, когда будет чистая энергетика и прочее, мы, скорее всего, видим переход именно дирижаблем, там, например, какому-нибудь на север, чтобы не портить почву. Вечная мерзлота сейчас поплывёт, то есть там вообще будет большое болото, а ему никакого препятствия нет, он спокойно будет всё это дело выполнять. Это первое. А второе, его интересовали идеи по созданию ракеты для космического пространства, которая состоит из набора модулей. Многоступенчатая ракета. А он зачем взял его? Во-первых, он взял его, чтобы членом, причём было сразу оговорено почётным членом, то есть он не платит никакие взносы. Но зато, когда он стал почётным членом вот этой вещи, он стал претендовать от общества, учебного общества, советского общества, чтобы ему была пенсия, больше скоро он член научного общества. А тогда был член научного общества, и для них была особая пенсия выделена. То есть таким образом он его подкармливал. Вот уже в последние годы жизни он сделал такую вот вещь, чтобы человеку было нормально жить, потому что он занимался вещами, которые вообще всё делал... Светлая личность. И многие ему помогали там. Светлая личность. Чижевский там был связан с ними. То есть очень крупные люди, они были там связаны со всеми этими вещами, и он помогал. И идём дальше, значит. Когда немножко остыло всё это там, ажиотаж героя, который вышел с преисподней, он там, во-первых, он нашёл место, Лезгов был такой замечательный человек, он взял его к себе преподавать, ему нужны были деньги там какие-то. Ну и плюс к тому он подрабатывал, он читал лекции. Очень грамотные лекции. Братья Вавилова, ну это уже вот более позднее, когда там Морозова не было, в воспоминаниях Сергея Ивановича писал, что огромные впечатления произвело на них вот эти лекции по естественным наукам, которые проводил Морозов. У него там небольшой там был репертуар, но очень добротный. Он проехал всю Россию. До 17-го там, с 7-го года до 17-го, он проехал всю Россию с лекциями. И это был некий заработок. Ему, наверное, как-то что-то надо было держаться, чтобы творить. Потому что основная задача у него была работа научная, потом он, значит, чтобы иметь некое пропитание, был профессором на курсах Лесгофта. И, по-моему, он потом был руководителем после смерти Лесгофта. Потом, когда Лесгофт умер, и он реализовал, разделился. Курсы Лесгофта разделились на институт Лесгофта, физкультурный всем известный. В продолжении у Лесгофта было два направления, одна физкультурная, а другая биологическая у Лесгофта была. И был институт биологии, директором которого был Николай Александрович. И у него была там своя лаборатория по астрономии. Ну, не столько по астрономии, сколько вообще и по соответствию фактов исторических, событиям космическим. Ну, это был его конек. И, значит, он этим занимался, все время был занят, но идея о полетах у него все время была. Даже была лекция сделана, такая примитивная, о полетах. Ну, чтобы надо было в общество, потому что там уже было модно. Это, считай, как космонавты были первые авиаторы, они были как космонавты. И вот в 2010 году было сорганизовано общество, ну, к сожалению, там императорское, оно называлось императорский всероссийский аэроклуб с председательством великого князя. Они там все были, и в Академии наук, и везде там, это Академия художеств, они все были под эгидой... Императорские. Они были императорские, под эгидой великих князей. Ну, и когда-то он узнал, что создано такое общество, он там тут же взял правила, по которым там они принимаются, и там был один пункт, который его не устраивал. Он думал, что будет не устраивать и те, кто будет принимать его. Что по суду, если есть претензии, то они не могут быть членами общества. Но у него была отмазка, что он по амнистии вышел, то есть как бы все прошлое уже было перечеркнуто, и он как бы чист. Ну, и он там, прикинувшись шлангом, попросил друзей, которые уже были членами общества, чтобы они из-за него ходатайствовали, и написал заявку, чтобы его приняли в это общество. Ну, все говорили, что это и он сам считал, что там даже забыл там об этом. Но вдруг прибегают эти товарищи и говорят, а ты что здесь сидишь-то? Тебя уже приняли. Давай, приходи на заседание, теперь ты полноправный член. Как только его ближайшие там демократы, которые там были его друзья, узнали о том, что он член императорского общества, сказали, ты что, с ума сошел, что ли? Ты будешь сидеть рядом с великим князем? Ты боролся и борешься с царским режимом. А он говорит, послушайте, у нас академия императорская. Значит, что теперь? В академию заходить нельзя, потому что ты там столкнешься с великим князем. Там в академию художества заходить нельзя. Да у нас половина всех вещей, они императорские. И что теперь? Давайте на зло там маме отморозим уши? Нет, это дело не пойдет. Великий князь, отнешься ко мне, как к деловому человеку, который полезен обществу. И зачем-то я буду как-то брыкаться, может, там ни за что-то меня принималось. То, что у меня есть идея по развитию авиации. И меня туда приняли. Ну, тогда он убедил, эту сторону убедил. Но после первых полетов на самолетах вторая черносотинцы засуетились. Говорят, вы что сделали? Морозов террорист. Вытащили то, что не надо было вытаскивать, его манифест по террористической борьбе. И опубликовали его. Говорят, вот смотрите, кого вы взяли. Он зачем просится на самолеты? Вот как только выучатся летать, он возьмет бомбу, выбросит на императорский дом. А вы ему способствуете. Было даже в Думе, вопрос поднят, там было правое и левое крыло, правые сказали, что пока полицейские научатся летать на самолетах, никаких самолетов не должно быть. Все под надзор полиции. Говорят, да что бред какой-то говорить. Авиация совсем в стране, состоит от всех этих вещей. Но они тут же Морозова привели, что Морозова там пригрели. Морозов говорит, занимается авиацией, а не терроризмом. Сейчас за ним ничего не замечено, никаких вещей. И вот и началась Морозовская эпопея, где он реально первый совершил полет на самолете, небольшой был, летчик Мациевский, к сожалению, он через некоторое небольшое время разбился на самолете, взял его с собой. Там они прекрасно полетали над Невой, над городом. Впечатление у него там было огромное. И он там главное, Мациевский предлагал уже переходить ему на управление. Говорит, вы знаете, как все это устроено? Говорит, да, я все это знаю. Проблем нет. Он говорит, не хочу переходить, я хочу насладиться полетом. То есть, я буду этим тут заниматься только полетом. Много уйдет от меня, а я сейчас могу посмотреть, как все сделано, как все там замечательно, как все хорошо. Ну, ему сказали, ладно, давай, я тебя покатаю, но там не последний полет. Вот, значит, это был первый полет, но там была огромная очередь летать, его взяли по знакомству вне очереди и говорили, приходите, мы вас будем брать. Ну, он, человек-то совестливый, сказал, ну, что, я уже получил это удовольствие, а там стоит толпа народу. Они же как это, они за что страдать будут. Я блатну, буду просто не проходить, причем у него там был член этого императорского общества, он проходил там все кордоны, полицейские все, выходил на аэродром, просто там, ему там только все снимали шляпу и кланились. Так что он был там, большой человек уже был, свой человек, и там все за большую там честь, что возьмут его с собой, чтобы поездить на аэроплане. Так что он это вот остановился, впечатление получил, он там, значит, все это зафиксировал, написал прекрасную статью, он сразу же делился со всеми, ну, те, кто вообще не может прийти туда, кто вообще не в Петербурге живет, впечатление от полета, все там, как подъем, посадка, все впечатления, которые там есть, как он себя чувствовал там, где там какие опасности, чего, как там все это было. И тогда он записался вообще на аэростаты, потому что аэростаты там, очень, правда, была большая, но там можно было нормально встать, и ему на аэростате, казалось, будет гораздо интереснее, потому что он не с такой скоростью гоняет, и там можно насладиться, и высота больше, насладиться всем окружающим, всем вещами. Он записался, там очередь чуть ли не 30 человек, три, по-моему, было всего воздушных шара, которые у общества было, ну, и он там посчитал, что его очередь там не поедет какая-то. И там, значит, уехал в свой барок, у него там надо было срочно сдавать в редакцию работу, и вдруг ему телеграмма, срочно приезжайте в воскресенье, а это там где-то в субботу, там в воскресенье у вас уже полет. И он живет в этом барке. Поезд, это надо ехать в Рыбинск, чтобы сесть, это от барка, ну, там километров сто, наверное. Добираться непонятно, потому что все пересечено Малогой, и он с одного берега Малоги, а это другой берег Малоги. Ну, он, значит, подключил все, что только могло было сделано, дал телеграммы сразу же в общество, что он задержится, чтобы они полет, он летит, что полет они поддержат, и супруге, чтобы она подготовила все там вещи, и все переживал, что там впутают, то, что надо общество, когда пошлет жене, а то, что надо жене, пошлет общество, все будет в раскоряку, ничего не понятно. но там и на народ, значит, сразу стал чем помочь, прибежал извозчик, разглядяя там жуткие, но у него самые были лучшие лошади, сказали, барин, я тебя повезу, но он еще и там пять рублей сказал, тебе сверху дает. Давай, говорит, он тут же детей послали там на переправу, чтобы паром затормозили, он садится на паром, там быстро его перекинул на другую сторону, и он летит, уже начался полет на этом извозчике, и он говорит, слушай, тут мы так летим, там, что это будет? Все, барин, будет хорошо, если оглобли не сломаться, тут тогда извини, мы тогда засядем надолго, дай бог, мы все пробежим, а дорога там не пойми какая. Как и сейчас. Да, и сейчас там такая же дорога, но там ездит лучше, конечно, на поезде, он там сразу провозит, все это неудобно, там и быстро. И привез за восемь минут до отхода. Он счастливый взял место, угнездился, едет счастливый домой, приезжает, а там встречает его супруга, и говорит, прислали другую телеграмму, что откладывается до обеда. Так что успеем чайку попить, давай там убавь обороты, мы тебя все сделаем, посадим, и ты полетишь. Ну, там, значит, на самом деле, в этот день он вообще не полетел, гнался, как непонятно, сумасшедший. Мог, кстати, на этом морозе, помог закончиться. Но сказали, в этот день не летим, погода не та, в следующий не летим, и там где-то к воскресенью только, в общем, оказалась возможность. То есть, с этой очереди вообще никто не захотел лететь. И нашли его, а он безотказный, сказал, конечно, подвезло, так подвезло. Кстати, это и постоянно было записано, много было народу, а потому что было очень опасно, поэтому особо и не летали туда. Записаны, записаны, но выбирали, погода плохая, или еще что-нибудь, лучше не летать. А он такой человек, отчаянный был. И вот он первый совершил полет на воздушном шаре. Все было бы хорошо, но всегда там заканчивалось, как садиться. Потому что ветер угонял, там надо было регулировать выхлоп, чтобы там менять количество, если бы сильно поднимался вверх, чтобы не лопнул, эта смерть, потому что сразу будет вниз спускаться с большой скоростью. Ну, большой там не будешь, но там скорость определяется, как прыжок с 50 метров. Даже когда на парашюте вылетаете, то есть на самом деле у вас вот итог, потому что сопротивление воздуха таково, что оно делает равномерное движение. Ну, и вот это, где он наберет вот эту скорость, ну, вот она есть, ну, она где-то 50 метров стандартная. Поэтому на самом деле, ну, 50 метров тоже не сахар. И там они выбрасывали... Балласт. Балласт, который есть. Ну, короче, там все это закончилось тем, что где-то они сели в каком-то лесу непонятном. Непонятно было, как туда добираться до народа. Он сказал, я останусь охранять, потому что это все дело подотчетное было. Там была техника, там прибор для наблюдения, и сам шар. А вы идите, ищите деревню. Молодые, ну, грубо говоря, давайте. А они говорят, вы здесь, как вы справитесь? Пистолет ему дали. Там что боялись? Волков. Ну, говорят, ничего. Вы давайте свое дело делать, я это... И на этом, значит, вот то есть, простое путешествие, которое поднялось и сел, вылилось в достаточно долгие виды. Но он же потом не раз летал, и в основном занимался научными наблюдениями. Нет, он сразу наблюдался научными наблюдениями. И он сразу же делал выводы. Вот что самое интересное, он делал тут же выводы. Ведь он придумал очень много для вот этих аэростатов. Там у аэростата был предельный уровень подъема, 7 тысяч метров. Потому что дальше начиналось кислородное голодание, но это полбеды. У нас в фильмах, когда там показывают про Чикалова, когда он там над горами летит, как перелет в Америку, там не совсем честно они все показывают. Потому что недостаток кислорода это еще полбеды. А вторая беда начинает, что внешнее давление уменьшается. А у вас давление крови нормальное, у вас начинает течь кровь. И вообще у вас начинается апатия. Вы там ложитесь на дно, ну 13, это уже 17 километров, это уже предел. А люди хотят летать. И он сказал, надо сделать костюм типа водолазного, но только для полетов, со шлемом. Моторчик, который нагнетает все время, тут давление было, там все это вещи. И кислород, который вам подается, там концентрация мешочек с кислородом, ну типа подушки кислородные, которые вам дают. Тогда можно не просто летать, а делать наблюдение на это все. Это очень важно, потому что приборы туда летали, но там каждый пятый давал какой-то результат, а остальные либо разбивались, либо еще что-то, либо непоятно куда улетели. А тут управляемый, все это было сделано. Это он придумал. Второй, сделать, там экваториальный пояс есть у шара, сделать его таким образом, чтобы нижняя часть отваливалась, а верхняя часть работала как парашют. Тогда можно было уже не беспокоиться, там сильно стукнешься о землю, сопротивление больше получается, и постоянная скорость достигается гораздо быстрее. Он придумал там специальную каску, в которой надо летать, потому что, когда там начинается болтанка, это бьет по всей стране, там дурачком просто станет. Вот здесь усовершенствование сделал. Он сделал, был инициатором проведения как ведет себя организм на разных высотах. Он сделал, то есть, он сразу перешел на научную сторону. Он стал, сначала он полетел просто посмотреть, как садится солнце и спектр солнца в разных фазах. А потом он полетел на солнечное затмение. Там была своя история. Вот опять же, эти вот члены общества. Ему нужен был экипаж. У него уже оборудование, все было сделано. Он начинает всех обзванивать, все говорят, нет, не могу в другой раз. Говорит, дорогой товарищ, затмение бывает там раз сколько-то лет. Нам такое счастье сейчас выпало. Будем смотреть. Ну, я подожду другого там. И он там уже расстроен. Ну, ну, что, вот судьба идет, а ничего сделать нельзя. Прибегает два человека, говорит, мы тут всех обзвонили, никак найти вас не можем. Там один военный был, начальником нашей экспедиции, и второй там человек, который всю жизнь мечтал это затмение посмотреть. Говорит, все, берем. У нас свой этот есть шар, даже не заморачивайся, там солдат приведу. Все сделаем, летим. Давайте, готовьте, все, что не хватает. И они полетели и сделали, посмотрели затмение Солнца. Какие лучи излучаются от Солнца, с одной стороны, а с другой, самый важный был эксперимент, а какие лучи от Земли. Мы-то все время смотрим наш взгляд, как от Земли идет. Как от Солнца. Как от Солнца, ну, сверху идет. А надо посмотреть, как от Земли, потому что планеты другие могут нас видеть совсем не так, как видим мы. Мы там думаем, что там зелень, там и прочее. И вот такой астроном, был член коров, который выдвинул идею, что вообще Марс красный, потому что там красное растение. Тихов. Тихов, да. Его там, конечно, клевали, астрономы они любят. Вообще, это особая каста. Научная каста вообще очень интересная. Нет, она очень такая. Когда вы избирали в Академию одного старого, заслуженного человека, который занимался, как там, с хвостом долетят. Комета. И он их там открыл огромное количество. И вот, значит, выбирают, а там этот Абурцумян астроном. И он сказал такую вещь. Подумаешь, моя теща 7 комет открыла. Теща у него была доктор наук. Это ее профессия была. Но он поста такие, все, значит, там говорят, теща, а тут это в Академике лезет. Вы что? Вот подлость такая. Моя теща, там, Си, надо было сказать, а кто твой отец еще? Там стало все понятно. И мужика они это забаллотировали. То есть, они там не очень уважали все это дело. Ну, для авиации ведь еще теория восходящих потоков, да? Да. Ну, это, так сказать, еще дополнительные вещи, которые он делал. Он вообще, на самом деле, и при советской власти, там, и Ленин написал специальную записку и прочее, для того, чтобы надо все время держать группу, которая будет реально отслеживать всякие новшества, которые есть, и придумывать эти ножки, для того, чтобы полет был как можно более комфортный. И его услышали, и военное ведомство его привлекало для того, чтобы все это делать. И он очень сильно там заинтересовался вещами, как преодолевать вот эти потоки, которые самые неприятные, восходящие и нисходящие. Ну, для аэропланов-то это просто, у них своего движка-то нету, для них это вообще гроб с музыкой. Для того, чтобы чем больше держаться, надо вот это все понимать. И когда он делал вот этот... Для планеров имеется в виду? Да, ну, аэропланчик, который без движка. Планеры, ага. Планеры. А он, когда там, значит, все это дело делал при этом затмении, то увидел, когда Луна почти закрыла, получился огромный холод, внезапный, так что это все в течение какого-то там получаса идет, и пошел вниз. Ну, слава богу, не хлопнулся, потому что все-таки прошло это вся эта вещь, и они стали подниматься вверх. И тогда он сказал, елки, так вот это же так устроено и жизнь, перистые облака, которые идут, это есть как раз те, когда попадаешь в перистую проекцию, то у тебя холодно, ты начинаешь идти в нисходящие потоки, а когда ты проезжаешь в промежуток, у тебя восходящие потоки. Так вот, ни в коем случае не надо лететь вдоль этой штуки, а надо лететь поперек, для того, чтобы как-то, ну, чтобы тебя тут так вот болтало, ну, какое движение было. Потому что, если так, то ты можешь просто попасть в русло, где-то, и все, у тебя там выхода нет, у тебя никакой варианта нет. кто-то хоть пролетел, ну, они не очень большие по размеру, это было вот его, все эти вещи, и это он все рассказывал, это он все рассказывал от больших людей, от министров, там, комиссаров, до самых простых людей, до школьников, до деревнях, и так далее, писал книжки, каждый свой полет обязательно описывал, то есть, он был человек, который популяризировал все эти вещи, и все происходило у него очень, так сказать, замечательно, потому что очень много народу, которые встречались с ним, и участвовали на его лекциях, были огромные пользу, он принес в понимании очень сложных процессов, потому что он рассказывал о сложных, грубо говоря, на пальцах. И вот, то есть, вот здесь такая его была стезя, пропагандист знания, не какого-то, не пойми, какого-то проверенного, лично проверенного, осмысленного, и так далее. Ну, вот, в общих чертах вот такая картинка его получается замечательная. Это кусочек маленький его деятельности по авиации и космонавтике. Ну, на самом деле мы должны понимать, что, как говорил Козьма Прутков, когда бросаешь камень, воду, смотри на круги, которые образуют, и будет польза. Но на самом деле таких кругов от жизни и деятельности Николая Александровича Мороза очень большое количество. Нет, он просто учит нас, она везде, наблюдайте люди, открывайте глаза. И даже если мы посмотрим тот институт биологии внутренних вод, который построен на месте его имения, которое он передал в дар Академии наук и строил этот институт, выдающийся советский организатор науки, прежде всего, Папанин. Это было главное, почему бы все реализовалось. Вот. Так что ситуация такая, что о Морозове можно говорить вечно. Я думаю, что мы найдем время еще что-нибудь рассказать, какой-то другой, потому что сегодня чуть-чуть мы не успели рассказать его после революционной деятельности, но в любом случае есть книжка от Гатчиктайн поэта-звездочет Сергея Ивановича Валянского. Да, там подробно все написано. Есть повести моей жизни? Да, но это уже в первых руках, но, к сожалению, в советский период он там не написал. Вот. Есть повести моей... Он только до тюрьмы. Вот. Есть повести моей жизни и вообще есть ученый-энциклопедист, по-моему, еще наука была, издавала тоже биографию. Но ваша самая полная, насколько я... Он, кстати, был редактором многих энциклопедий. Да, да, да. Ученый-энциклопедист, революционер-энциклопедист. Революционер-энциклопедист. Сергей Иванович, я благодарю вас за беседу. Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор в следующий раз. Надеюсь, тоже. Всего доброго. Всего успеха. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова